Голодовка уже стала проверенным методом и политического пиара, и политической борьбы. Среди украинских политиков от неё никто не умер, но вот добились ли желаемого. Подробности недели собрали самые известные голодные протесты в Украине. Давайте вспомним, кто, когда и за что не ел. За голодным протестом Надежды Савченко в российской тюрьме без преувеличения следила вся страна. Немного поесть её просили все, даже президент. А Савченко голодовки то прекращала, то снова возобновляла. Вот видео из ростовского суда. На кадрах значительно похудевшая Надежда. Но после продолжительных и демонстративных отказов от пищи, Надя быстро вернула прежнюю форму. Уже после возвращения в Украину Савченко пыталась использовать привычный приём. Объявила голодовку, но очень быстро прекратила. А вот депутат-радикал Игорь Масийчук с помощью голодовки добивался встречи с тогдашним генпрокурором Шокиным. Осенью 2015-го народного избранника лишили неприкосновенности и арестовали по целому букету подозрений. В частности, во взяточничестве. И тогда он объявил голодный протест. Встречи Масийчук так и не добился, но попал в больницу. Масийчук значительно похудел, немного побыл в СИЗО, но вскоре ему вернули неприкосновенность, а дело вернули в ГПУ. Против незаконного заключения голодали Юлия Тимошенко и Юрий Луценко. В Лукяновском СИЗО Луценко отказывался от пищи почти месяц, когда суд в очередной раз продлил срок его ареста. Желаемого он не добился, но здоровье подорвал. Тимошенко в Качановской колонии объявляла голодовку трижды, последний раз осенью 2013-го. После отказа Януковича подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Но начало есть через несколько недель по просьбе активистов Майдана. Продолжение следует...